Я вот... Здравствуйте. Привет. Я просто вот, в отличие от Дмитрия, у меня комплект. Я вот теперь уже поняла, что когда вы приезжаете, как раз появляются мальчики. Я вас поздравляю, Дмитрий. А у меня девочка и мальчик, поэтому я вас чуть попозже приглашу. Но, вы знаете, вот вы сейчас говорили много о том, что вы все читаете. Я хочу немножечко, вот буквально одну короткую эмоциональную зарисовку, а потом вот по делу то, про что вы, наверное, еще не прочитали, потому что, ну, я в своих аккаунтах точно про это не писала. У меня есть учитель английского языка. Он приехал в Россию, в которой вы были президентом, когда вы начинали свой президентский срок. Он у нас работал, зарабатывал деньги и, соответственно, уезжал домой и вкладывал эти деньги дома, как бы, да, там, то, о чем он мечтал. Он вначале купил себе лодку, потом он в Брайтоне купил себе сейчас маленькую квартирку. И, в общем, он был всячески счастлив. И буквально, значит, этим летом он мне говорит, знаешь, Тина, я вот уже, говорит, совсем уезжаю, потому что, ну, уже вот все, я уже все заработал, все, вот у вас все своим путем, я своей дорогой. И, в общем, он уехал. Я расстроилась, честно говоря, думаю, ну, хороший учитель был, жалко, что уехал. И вдруг смотрю, в сентябре звонит. Я говорю, а ты вообще откуда? Он говорит, а я вернулся. Я говорю, а что это ты вернулся-то? Он говорит, а ты знаешь, я сейчас, вы можете этого человека все найти, чтобы потом, знаете, в Твиттере, ВКонтакте уже не писали, что я придумываю. То есть это реальный человек, он живет в России, в Москве. Он говорит, я вернулся, потому что сегодня здесь возможности больше. То есть он много ездил по Англии, он пробовал работать в разных местах. Он хороший специалист, в нем много драйва, он работает с утра до ночи. И он мне говорит, ты знаешь, вот у вас сегодня больше возможностей, драйва-то у вас больше. Вот это очень важно, вы знаете, и я хочу, чтобы мы про это тоже говорили. Вот мы сегодня говорим о преобразованиях, правильно? Но мы же вот все равно вначале говорим о преобразованиях, которые для нас должны все подготовить, а потом мы придем в этих хороших преобразованиях, начнем жить. А давайте в двух словах о людях, которые эти преобразования должны делать. Это молодые профессионалы с драйвом. Вот такие профессионалы в вашу эпоху президентства, они появились. Вот я здесь сижу, ребята сидят, мы друг друга не знали. Казанские учителя, оказывается, встречались. Ребята из Ростова-на-Дону, из Якутии. И я им говорю, ребят, вот вы пришли, вы чего пришли? Они говорят, ну мы надеемся, что мы будем с Дмитрием Анатольевичем еще работать. Этим людям плюс-минус больше-меньше 30 лет. Мы сегодня, наверное, будем про это говорить, но я хочу обратить ваше внимание, что тот сигнал, который вы дали губернаторскому корпусу, был очень важный. Вы же поменяли очень много губернаторов. Такой жесткий сигнал, на самом деле. Я половину почти поменял. Так и хорошо, Дмитрий Анатольевич, сколько людей в регионах поняло, что социальный лифт во власть двигается не только наверх, он и вниз двигается. Для тех, кто не готов работать с внутренним драйвом. Это самое главное. Где эти люди? Они среди нас, у которых есть внутренний драйв. Они открыты миру, потому что мы свободно мыслим и не боимся говорить то, о чем мы говорим. Ребята, вдумайтесь, президент нашей страны говорит о том, что он все читает и слышит. Это надо ценить. Этот интервал стал настолько коротким. Ты сейчас что-то говоришь, и президент тебя правда читает и слышит. Я, знаете, иногда так часто людям это пытаюсь сказать, они меня как будто не слышат. Я говорю, мы в другой стране живем. Он читает и он слышит. И это важно, потому что после этого пойдет следующий шаг. Новая страна. И вот новая страна, в которой мы сегодня живем и в которой мы хотим жить дальше, из чего она будет состоять? Она будет состоять из профессионалов с внутренним драйвом. И новое правительство, которое вы будете, я надеюсь, составлять, в этом правительстве должны быть такие люди, которые поймут, что изменения в стране зависят от них в первую очередь, что тот путь, которым пойдет Россия, зависит от них в первую очередь. И наша, возможно, на сегодняшний день, наша в определенном смысле в некоторых сферах отсталость, это наши возможности. Потому что мы можем брать лучшее от мира, использовать, давать этому национально ориентированный интерес и на самом деле строить уникальные отрасли. Я, вы знаете, на самом деле, я... Вы знаете, как я к вам отношусь. Нет, я на самом деле... Потом поподробнее расскажете. Это, вы знаете, это очень здорово, когда ты понимаешь, что ты создал компанию в период президентства человека, который приблизительно слушает одну и ту же музыку, что это, и пользуется одними и теми же социальными сетями, что это, и у него такие же интересы, как и у тебя. Я знаю, что вы эти интересы сохраните, и мы тоже эти интересы сохраним. Спасибо. Тина, ну мы с вами жители или обитатели Твиттера. Знаете, вот вы несколько очень интересных мыслей сейчас обозначили. Во-первых, по поводу драйва. Ну без драйва вообще ничего не получится. Это точно. Вот о чем не скажи, и о государственном управлении, и о демографии. Без драйва никуда абсолютно. Второе. Вот вы правильно сказали. Очень важно, что люди понимают, что президент их слышит и читает. Но реакция на это, и вы тоже это знаете, очень разная. Кто-то говорит, о, классно, смотри-ка, он действительно здесь сидит, он прочитал чего-то, он даже кому-то ответил. Есть другая реакция. Ну и что, что он ответил? Нифига, не изменилось. Подумаешь, что он что-то нам ответил. Ничего не произошло. Вот нам очень важно уходить от инфантильности. Нельзя ожидать того, что власть все решит за нас. Президент, председатель правительства, министр. Надо самим брать власть в свои руки. Вот только в этом случае государственная машина заработает как надо. И тогда мы не будем слышать, что вот он об этом сказал, а ничего не изменилось. Но это ровно то, о чем говорил Дмитрий. Вот нужно было приехать к президенту, чтобы трамвай запустили. Самим нужно управлять, самим брать власть в свои руки. И ни в коем случае не отрываться от людей. И то, что сегодня у нас есть такой мощный ресурс, как социальные сети, подчеркиваю, у нас, у всех, кто здесь присутствует, это нас очень ко многому обязывает. Очень ко многому обязывает. Власти нужно научиться работать в новых условиях. Вот я уже об этом говорил, часть чиновников меня услышала, часть, наверное, не услышала, часть подумала, ну вот он сейчас там отвалит куда-нибудь в сторону, можно будет работать так же, как мы работали. Но в принципе этот механизм, механизм общения с властью через социальные сети, через интернет, он заработал. Я имею сотни примеров того, как что-то там недоделано или не делается. Люди пишут, вот, значит, мы сейчас отправим чего-нибудь в Москву, там, через твиттер, через блоги Медведеву. Боятся, начинают чесаться, начинают что-то делать. Это означает, что социальные сети, интернет в целом превратились в реальную силу. И вот это как раз и есть тот обратный канал общения, который мы должны полностью использовать. И обычные люди, и власть придержащие. А тот, кто не умеет работать в таких условиях, вот я вам говорю абсолютно откровенно, во всяком случае, до тех пор, пока я буду работать, пока я буду заниматься какой-то активной деятельностью, я от таких людей буду освобождаться. Даже если это люди, которые имеют большие заслуги. Почему? Потому что они не соответствуют времени. Время изменилось. Вы упомянули про губернаторов. Многие губернаторы, которые ушли за последнее время, очень достойные, приличные, солидные люди. Ну, были, может быть, некоторые другие, не столь важно. Но я просто вот почувствовал, что нам необходимо обновить региональную элиту. Потому что это хорошие люди, достойные люди. Но они привыкли работать в других условиях. И вот те, кто пришел им навстречу, да, они тоже не идеальны. Но это все-таки люди уже, которые стараются несколько иначе общаться со своими людьми, с населением. И дальше это нужно делать. Но теперь пришла пора федеральных структур. Поэтому, если получится провести вот эту политическую программу, можете не сомневаться, и большое правительство, о котором мы сейчас говорим, и малое правительство. То есть реальное правительство Российской Федерации будет состоять из абсолютно новых людей. И я считаю, что это крайне необходимо нашей стране. И рассчитываю на вашу поддержку тоже. Спасибо.